Кинофестиваль – это не только просмотр фильмов, но и обмен опытом. Как заманить продюсеров в регион и как снимать региональное кино стали главными вопросами, которые поднимались на круглом столе международного кинофестиваля от всей души. Его спикерами выступили продюсер Юрий Обухов, режиссер Александр Кот, продюсер Сергей Щеглов и исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Наталья Горина. Большое кино – это все равно очень высокая техническая составляющая. Потому что для того, чтобы показать фильм в кинотеатре, изображение должно быть видно, а звук должно быть слышно. Понимаете? А если этого нет, то и кино нет. Простите за выражение. Дискуссия была жаркой, мнения экспертов не совсем совпадали. Кто-то говорил, что надо покупать хорошие камеры и только после этого начинать снимать фильмы. Кто-то считал, что качество важно, но можно на первых порах воспользоваться техникой, взятой в аренду. А для кого-то прежде всего огромное желание и интерес. Вы должны здесь обрастать железом тогда, когда у вас будут заказы, переваливать за миллиард. Понимаете? Развивать нужно по мере поступления денег в ваш регион. Денеги нужных. Обрастать сейчас железом, но вот у вас проржавеет и станет технологически непреконно, потому что у нас очень быстро, что называется, рост технологий в киноиндустрии. Быстрее, чем где бы ни было. Айти технологии, кинотехнологии. Не стремитесь к железу, друзья. Не идите в эту сторону. Опытных режиссеров и продюсеров пришли послушать и задать вопросы молодые ульяновские режиссеры, участники киношкол. Многие из них выставили свои киноработы на конкурс фестиваля. Мы сняли, вот у нас будет на кинофестивале короткометражки две. Один продюсер – это Соня Разорвина, а второй – Мария Федотова. Вы можете их посмотреть, увидеть нашу работу. Я надеюсь, вам понравится. И мы будем дальше работать. Вот после кинофестиваля у нас будет Пичник, где мы будем представлять сценарии своих фильмов. Сразу после круглого стола прошел мастер-класс режиссера, сценариста, продюсера Александра Кота, известного такими фильмами, как «Брестская крепость», «Спитак», «Седьмая симфония». По мнению Александра Кота, его обращение к таким глобальным темам войны и мира, катастроф, не случайно. Он считает, что только в экстремальном состоянии можно увидеть человека реальным. Меня возбуждает история войны и мира, скажем так. Когда был мир, стала война. Когда война не внешняя, скажем, а война внутри человека. Когда ты остаешься сам собой, и ты становишься невольным и участником, и соучастником этой войны. Александр Кот поделился своими секретами, как снимать кино для проката и с чего надо начинать. Призываю, когда вы пишете свои истории, надо особенно написать кино. Сначала увидеть, а потом записать то, что увидели, а не написать, а потом пытаться это расшифровать. Напоминаю, Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Михайловны Леонтьевой продолжит свою работу до 28 мая. Впереди еще масса встреч и мастер-классов. С подробной программой «Кинособытия» можно познакомиться на сайте Ульяновского кинофонда.